это хорошее дело мысленно я с вами спасибо ребят да я не успел сказать значит традиционного втором отделении если будет какие-то заказы я с удовольствием вместе вспомню то я смысле вспомню слова то исполню поэтому кто-то может там написать вот тут всякие бумажки есть там да кто-то может с места сказать вот один уже заказ был я эту песню в общем то не собирался петь но мне товарищи подсказали что я не во всем был прав вернее не до конца прав сегодня кстати святая пасхальная неделя христос воскресе так вот это у меня песня которая называется аллах акбар и это было ну я не знаю все ли время но я заставал когда это было такое шутливое приветствие между собой наших офицеров встречается аллах акбар так вот меня поправили горит да это было но ответ ты какой забыл воистину акбар да и тоже напомню что сейчас есть в интернете надо будет посмотреть что когда на 19 января наше благовещение там все воды святые да то мусульмане уже стали в прорубь нырять но с криком аллах акбар но напоминаю потому что очень много есть просмотра в интернете там буквально сотни тысяч и и очень много ругательных отзывов как ты мог там вообще это сделать если слушаться в эту песню то понятно что она написана от имени советского офицера но в ней конечно есть какая-то мистика которую люди чувствуют когда у меня еще в период афганской войны вдруг в молодой гвардии издали роскошнейшим изданием там книгу там афганских стихов но горит название какое-то там я говорю ну да звезда над кабулом давай из пламени аганистанка а давай просто назовем пылает город кандагар это начало песня аллах акбар да то есть всем уже по понятно было что в принципе в ней что-то вот объединяющий нас вот сейчас уже я думаю многим понятно что запад нам никогда не станет другом и америка тем более а мусульман какая-то часть будет за нас понимаешь и в россии всегда были так сказать мусульмане не обязательно враждебные были дружеские чем больше я думаю мы будем сближаться у нас другой враг борис миронов может сформулировать более четко какой враг но по крайней мере я думаю с мусульманами нам надо мириться значит даже через кровь вот как в чечне там да а в конце концов пылает город кандагар живым уйти нельзя и все-таки аллах акбар аллах акбар друзья мне было тошно в жизни той я жить как все не смог простился с верною с женой аллах акбар дружок аллах акбар горит песок и рушится скала и очередь наискосок дорогу перешла аллах акбар аллах акбар пылает склон и перебит дозор видишь в атаку батальон аллах акбар майор аллах акбар ты видишь ли как мы идем как ты видишь слышишь да ты слышишь ли как мы поем там цинковых гробах ты видишь ли как мы идем мы не свернем аллах 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 акбар а если кто-нибудь живым вернется в кандагар его мы может быть простим ему аллах акбар аллах акбар бывает город кандагар живым уйти нельзя и все-таки аллах акбар аллах акбар друзья аллах аллах акбар аллах акбар Совершенно тоже новая песня Первый раз ее пою Называется она «Была-не была» Посвящена моему старому верному другу Игорю Морозову Одному из основоположников Афганской нашей воинской советской песни Офицеру КГБ Но я о нем еще потом после песни это несколько слов скажу А пока вот хочу ее спеть Песня для меня сложноватая, потому что она простая Мы еще вспоминаем Афганские горы Мы еще не забыли Ущелья Чечни Но уже не про них Мы ведем разговоры Доживая солдатские Скудные дни Но уже не про них Мы ведем разговоры Доживая солдатские Скудные дни Помнишь домик с крыльцом Помнишь тихую речку Помнишь девочку ту С кем сидел у костра Это было давно Это будет она вечно С этим нам расставаться еще Не пора Автоматы гитарам до срока укрытым От наветов чужих И от глаз неродных Мы остались в живых Не для славы и быта Ради первой любви Мы остались в живых И еще ради той Не застегнутой нами Величайшей всемирной Отцовской войны А с гражданской второй Сладим как-нибудь сами Но горные трети Нам уже не важны Мы с гражданской второй Сладим как-нибудь сами Но горные трети Нам уже не важны Пусть девчоночка там Стала женщиной старой И костер прогорел И река заросла Есть у нас на двоих Автомат и гитара И война за окном И была не была Есть у нас на двоих Автомат и гитара И война за окном И была не была Так вот объявление такое Игорек Морозов Он бы конечно сегодня был бы здесь Но немножко болеет Но болеет так что Еще думаю что поживет Все будет нормально Дай бог все ему здоровья Но он хочет выступить здесь Мы обычно с ним по очереди выступаем Но он как-то волнуется А вдруг там людей подведет Вдруг у него что-то будет Короче говоря на 5 мая День советской печати Вот будет здесь В это же время Это опять будет суббота Опять 15 часов Да Только будет Наше совместное выступление Игорек будет петь Так сказать Первый Сколько сможет Столько споет Потом я спою Я попрошу Чтобы он пел классику Афганской песни А эти Афганская война И не только она Она прошла Под песней Морозова Там Батальонная разведка Да Или когда выходили войска Мы уходим 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 и так далее У него очень много Короче говоря Я буду счастлив Если вот вы придете Там И кому-то еще скажете Это будет Здесь же Но не совсем Это будет У нас называется Новый зал А есть старый зал Это где вот по центральному входу Где билетики покупаем Да и там же спускаемся То есть Ну понятно Да в общем Я надеюсь Что Это надо услышать Знаешь Два основоположника Афганской песни Третий сейчас живет В Донецке Это Юра Кирсанов Ну до нас писали Может быть и лучше Но как бы Ну писали на чужие мелодии Все А мы стали писать свои Афганские песни Это был Морозов Кирсанов и я Два КГБшника И Один Ракетчик И так сказать Это самое Ну я уже в прошлый раз говорил Да это же было Академия Дзержинского Она была на паях КГБ ГРУ И это самое Ну мы то Ты же не Ну вот это И я тоже Песни афганских времен Я редко пою И думаю А чего редко пою Хорошая песня Нас в горах не найдет Почтовой самолет И письмо от тебя До меня не дойдет Посветлеют снега Встанут стены огня Будет бинь дешека Из ущелья в меня Будет бинь дешека Будет жизнь коротка Может быть у меня Может быть у стрелка Нас в горах Не найдет запоздавший приказ И никто не придет И не выручит нас Погибает десант Погибает навек Погодите я сам Это мой человек Это мой дешека Это мой разговор Я дойду до стрелка Он не спустится с гор Нас засыпет метель Нас завалит скала Смерть мягка Как постель Жизнь такой не была Мы в объятиях сплелись Мы навеки родня Пусть продолжится жизнь Без него И меня Нас в горах Не найдет почтовой самолет И письмо от тебя До меня не дойдет Будет тихая песня Такая Но многие ее Я знаю в этом зале Не одобрят Потому что здесь Много фанатов Именно Советского Союза Со всеми вытекающими Отсюда последствиями Но сегодня Пасхальная неделя Вадим Извини я ее спою Ладно Это один из вариантов Моей серии Офицерских романцев Помолись за Россию В гильзах сплющенных огней Затепли Чтобы ветры их не загасили Не засыпали бы горсти в земли Бог простит Маловеров Всех ослепших Всех заблудших Прости Мол темна судьба Офицерам Кто Господней Свет Небо Сохранит Помолись За Солдатом Дивен Бог В своих Святых И Бойцах Умирающих Умирающих Брат За Братом Воскресающих В наших Сердцах Помолись За Победу Как Предобразом Над картой Всю ночь Божий Промысл Нам Неведом Сатанински Мы Вольны Превозмочь Помолись За Россию За Всевечную Её Правоту Лишь бы Мы Огней Не Гасили И Звезде Служай кресту Лишь бы Мы Огней Не Гасили И Звезде Служай И кресту спасибо ну сейчас посмотрим сколько осталось энергии и меня и у вас чтобы слушать конечно все афганские гарнизоны знать невозможно но которые более-менее знаю их события в них так сказать знаю у меня есть такая песня называется с ташкентской пересылка с ташкентской пересылка и последнюю бутылкою простились я и дам воздушным сообщение другое измерение другие города кабу кабу рс в гу до руля ман где чуть живой от скуки штаб сороковой аэродром небесный гром камдив с чекушкою и прапорщик с ведром джелалабад волшебный сад между двух бригад что над рекой хранят свой собственный покой спим на часах с бычком в усах и вертолетный полк витает в небесах пули хумари тут хоть умри но вечно глина под ногой и вечно мина под другой и каждый час пугает нас рванувшись дуру на складах боезапас кундуз кундуз не хватит мус чтобы поэта вдохновить тебя прекрасным объявить зимой мороз весной понос и круглый год житель не жить один вопрос газни газни кругом огни бьют дышака издалека и миномет из бугорка бери соумом гони ханумом без темноты она не стоит этих сум гордес гордес были до небес качают духи головой перед бригадой штурмовой мол за рубли в такой пыли мы сами духи продохнуть вы не смогли шиндан шиндан здесь мало банта а тот кто этому не рад пусть отправляется в герат но здесь окн-лян госпиталян где много баба с ними пухом нам земля и кандагар сплошной угар на черной площади броня горит средь ночи и средь дня но за углом аэродром где нас не взять где ждут нас пропорщик с ведром мошка чё на меня такими грустными глазами смотришь а гитара да это антон да ну ладно я попытаюсь сам потихоньку потише играть нет это я попросил нашего звукорежиссера да это у меня гитара несколько дребезжащий но я увлекаюсь и начинаю стучать сейчас песня называется братья по войне ну как когда вот что-то напишешь если чё-то так настоящий напишешь то потом уходят обстоятельства когда зачем как но я все-таки вспоминаю что когда еще шла это афганская война или афганский поход то уже с цк комсомола вот мы газета правда и мы уже сделали такое движение ветеранов афганской войны именно солдатиков не офицеров солдатиков да вот а потом это стали растаскивать по разным направлениям причем не русские люди вот типа ненавистными был такой тоже журналист я считаю оскорбление для журналист к плене генрих боровик такой да и вот они начали как бы давать этим афганцам и льготы льгота не в том смысле что им деньги давать за ранение а в том смысле что торгуйте беспошлино там нефтью табаком и так далее поэтому ребята они стали десент торговать потом стали между собой враждовать помните были знаменитые взрывы на католиковском кладбище и так далее да убийство и все прочее вот когда ребята афганцев стали растаскивать понимаешь вот я в это время написал песню братья по войне над бессонною кроватью желтый снимок на стене где вы братья где вы братья мои братья по войне не на вас лежит проклятие за безумие в стране вы куда идете братья мои братья по войне вас не вправе осуждать я но все чаще снятся мне не вернувшиеся братья наши братья по войне да одеждою и статью мы такие же вполне отчего ж так стыдно братья перед снимком на стене одновременно с игорем морозовым дружили с одной молодой красивой женщины ольгой гаранин и она выпускала журналы русский стиль боевые искусство и поневоле пришлось немножечко чего-то по нахвататься этого дела потому что иначе когда ей что-то не нравилось она против себя какой-то прием такой сделал и и ты падаешь ничего не понимая то есть пришлось немножечко поизучать я так понял для моего непросвещенного ума что в общем то русский стиль боевого искусства хотя по нему идет обучение в нескольких армиях мира в том числе и в американской что бывшие потомки наших эмигрантов их там учили этих морских котиков они как раз по русскому стилю учатся у нас то все движение не как у японцев у нас все рассчитано на один удар почему наши русские мужики если не дерутся они дерутся пьяные уже если они трезвые будут драться друг друг просто поубиваю и вот я написал для этого журнала стихи а потом стала песня называется русский стиль набежали супостаты расшумелись на дворе а с похмелья трудновато подниматься на заре притащили самопалы друг у друга рвут фитиль и палят куда попало и ругают русский стиль дескать руки что коряги дескать ноги что бревно дескать вы на первом шаге сами рухните в дерьмо дескать пьяницы и воры лежебоки и рабы для вселенского позора выходите из избы я бы еще поспал немного я бы напился бы хвастку супостатов слава богу нагляделся на веку но полит без передыху их железная утиль выхожу прошу их тихо не замайте русский стиль Дескать чуждые методы я словесно не хулю Выметайтесь с огороду, я еще пойду посплю А не то, мол, ненароком по неволе разойдусь И по западу с востоком русским стилем потопчусь К супостатым закричали, навалились на крыльцо И руками замахали, и ногой суют в лицо Крутят палки на веревках, железяками свистят Демонстрируют сноровку знать, побить меня хотят Русский стиль не драки ради, хоть подраться весело Надоели эти дяди, затемнение нашло Я рукою, что корягой, я ногою, что бревном Самопалы по оврагам пораскидывал потом Русский стиль не драки ради, хоть подраться весело Надоели эти дяди, затемнение нашло Обычно мы вот здесь еще выступаем в ноябре А в ноябре бывает день ракетных войск и артиллерии И мы вот выпускники Академии Дзержинского Из которой вот за этим столиком присутствуют мои двое друзей Здесь отмечаем вот этот день И тогда не все курсантские, но кое-какие И поем там Мечты обязательно сбудутся, но вечно прибудет со мной Садовая, Спасская улица, у нас была там казарба Автобус 98-й, пивные ларьки в окружении И против дороги продмак Войдите в мое положение Пропить все и жить натощак Я выучусь, стану ракетчиком Женюсь, воспитаю ребят Над жизнью своей искалеченной Расплачусь я вдруг не в попад Жена удивленно нахмурится Я выпью и снова со мной Садовая, Спасская улица Автобус 98-й Мы люди по-своему дошлые Советские экс-юнкера Да здравствует светлое прошлое Туманному завтра в уран Претерпится жизнь и прелюбится Жаль, юность порвется струной Прости меня, Спасская улица Автобус 98-й Садовая, Спасская улица Автобус 98-й А вот у нас была первая казарма на Софийской набережной Тогда она называлась набережная Мариса Тореза Там была действительно серьезная такая казарма И мы бегали на зарядку Я не помню Он называлась форма номер 2 С голым торсом То есть какие-нибудь стоили Да 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 Вот правильно Тогда там было на Софийской набережной Английское посольство Оно сейчас куда-то переехало А вот в тылу этого резиденции посла Бывшего Английского посольства Был парк Репина, так называемый Ну или как еще называют Болото сейчас Где Да-да-да Как где собираются демократы Ну а в общем да И из-за того, что мы туда бегали на зарядку Наше знакомое родное место То иногда там свидание назначали В тылу посольства Великобритании Где длинный сквер, скамейки и фонтан На первые курсантские свидания Я приходил прекрасно юный пьян Близ памятника живописцу Репину Скамеечка стояла в темноте Волнительней, не помню и нелепее Свиданий в жизни, чем свидания тем Московская, холодная, холеная Девчонка издевалась надо мной Чтоб через час прикинуться влюбленною Перед казарной, я знаю, проходной Ей нравилось, наверное, многолюдие Хмельные голоса со всех сторон Эй, девочка, с какой ты киностудии? Братан, отдай ее в наш батальон Не знаю я, с какой ты киностудии Отдам тебя в соседний батальон Тогда со страстью, будто в самом деле шной Она приподнималась на носки Закидывая на мою шинелишку Две белых горностаевых руки И прижималась бедрами упругими И целовалась в губы, не стыдясь Чтобы юнцы военные с подругами Завидовали, видя нашу связь Я иногда хожу в замоскворечья Сажусь на ту скамью, когда пусто И вспоминаю, словно вспомнить нечего Ее перед казармой уста А Машенька споет? Нет, Машенька сегодня болеет больше меня Пускай выздоравливает Зато в следующий раз у нас Пятого мая Нет, пятого мая не споет, потому что там будет Она споет в ноябре Но у нее, кстати, концерт У нее свой ансамбль, где играет Так что кто в интернете посмотрит на Машу Верстакова Там, Эмми Верстакова Там все понятно, где она будет выступать Я-то выступаю раз в полгода Она выступает каждый месяц По несколько раз Еще одна песня, которая, можно сказать, 93-я Думаю, она может и к нам сегодня Это с вами относится Пусть красные звезды В Кремле погасили Пускай над Москвою Кружит воронье Но если мы жить Не смогли Для России Давайте сегодня Умрем за нее Пускай нас невесты Вернуться просили Однажды Не сдержим мы Слово свое И если в бою Не спасем мы На Россию Давайте сегодня Умрем за нее Пусть красные звезды В Кремле Погасили Пускай над Москвою Царит воронье Но Если мы все же Родились В России Давайте сегодня Умрем За нее Ладно Приближаемся к финалу Но я говорю Потом не разбегайтесь Пожалуйста Мы еще пообщаемся И между собой Друг с другом Да И кому я еще Не передал журнальчик У меня есть Я с удовольствием Приказ начальника А это вот видите Это как раз Академик попросил Да Это шутка Не шутками Да Это крупнейший Наш специалист Антон Что ты у меня Ну вот Это я написал песню Для какого-то Узкого Круга Своих Думаю Вот мы сейчас Там бывшие Там кто Что-то видел Кую-то войну Хоть Хоть со стороны Да И выпьем И споем Да А знаешь У меня что получилось Встретились Здесь был такой Николай Николаевич Скатов Директор Пушкинского дома Там института Там как это Русский И он что-то Так лениво листает И мы у Кожанова Сидели Вадим Валерьянович Мою книжку Потом говорит А вы что Говорит Вот это тоже поете Я говорю Да я пою А говорит Да можно И он потом говорит Все Это стала Любимая песня Он меня в Ленинград Вызвал Мы там с ним На телевидении Снимали Там целую передачу Там про эту песню То есть Не знаешь Как что Аукнется А было написано Это так Вот для пьяного дела Война становится Привычкой Опять по кружкам Спирт разли Опять хохочет Медсестричка И режет Салазом Полит А над Палаточным Брезентом Свистят То ветры То свинец Жизнь Жизнь Словно Кадр Киноленты Дала Картинку Наконец О чем Задумался Над штабом От Каких Яф Увидел Сны Откуда Спирт Откуда Баба Спроси Об этом У Войны А хорошо Сестра Хохочет От Медицинского Вина Она Любви Давно Не Хочет Ей В душу Глянула Война Эй Замполит Плесни По-малу Теперь За Родину Пора Нам Не Спуститься С Перевала Который Взяли Вчера Война Становится Привычкой Опять По кружкам Спирт Разлит Опять Хохочет Медсестричка И Режет Сало Замполит Все Набираем все терпение Две песни осталось Но одна из них длинная Это тоже абсолютно новая песня Первый раз ее исполняю Я думаю она длинная Но может быть интересная Потому что в ней Очень много событий Перечислено Может быть я что-то пропустил Но это те События Войны Походы В которых Ну Которые я знаю Не только с чужих слов Называется она Далее Везде У нее есть подзаголовок Размышления русского офицера О генеральном штабе Проснулся утром Чую Чую быть В беде Где пил вчера Какие были бабы Лишь помню Лишь помню директиву Из генштаба В Афганистан И далее Везде Прошел в Афгане В Пагины и Высин Был в морозилке И сковороде А дома Директива На Тбилиси Ну и затем Как водится Везде Отцу лику Отбился Малой кровью Врет Что синяк Остался На груди А из генштаба Клич На Приднестровье В Бендеры До Басары И везде Потом Армяне С Айзерами В страхе Сошлись На виноградной Ворозе Я их мерил В Нагорном Карабахе В Баку И Сумга Ити И везде С таджиками И вовсе Было Худо Всем Бес В ребро Всем Кровь На бороде Пришлось Пройти Отсюда И До Туда Таджикистан И далее Везде Я Разлюбил Весь мир Юго-Восточный Я Заскучал По Северной Звезде Но Был Отправлен Директивой Срочной В Абхазию И далее Везде Затем Осели Русские Туманы Хотя Еще Дымились Кое-где И Я Слетал Десантом На Балканы На Пришти И далее Везде Но Тут Чечня Не то Чтобы Восстала Но Расхотела Горбиться В труде И Много Наших С дур Постреляла И В Грозном И В Аргуне И Везде И Вновь Грузины Дурака Сваляли Решили Решили Командовал парадом В Афганистане далее везде Пусть мой генштаб Командует парадом Опять в Афгане И опять везде Ну и в конце, извините, каждого Такого выступления я вспоминаю Своего старшего друга Вадима Валерьяновича Коженова Еще раз всем говорю Мы сейчас перестали читать А книжки-то еще издаются И Коженов издается Если хотите знать историю Руси, у него есть история Руси Русского слова Загадочные страницы 20 века Что творилось, что было действительно В Великую Отечественную войну Что было после Великой Отечественной войны Знаете, я вот не люблю Когда говорят Ну вот этот хороший там литератор Он правильно все пишет Здесь не важно Коженов умел находить источники И он их как-то так подавал Что с ним даже и спорить невозможно Понимаете Но я вам сейчас одну скажу Вещь такую Которую тоже никто не может опровергнуть Когда началась Великая Отечественная война Что сделали русские люди Они пошли куда? В добровольцы там служить В ополчении и все прочее Что сделали большинство евреев Я не против евреев Они пошли учиться Понимаете? И вот это приведены у Коженов Были официальные данные Что в большинстве вузов Советского Союза Вдруг стало с 41 года Евреев больше 80% А кое на какие вещи Типа на Мехмат там МГУ Было 100% Понимаете? А когда война закончилась И вернулись русские темные люди Да, вот нам сейчас говорят Какие же вы дураки Какие темные В этом нет ничего плохого Они были по-человечески правы Я сейчас не говорю Что они сволочи или какие-то Понимаешь? Но просто мы должны знать Что да, мы были темные Мы ушли воевать А они ушли учиться Понимаешь? И об этом опровержение невозможно Потому что это официальная статистика Коженов приводит ее Никак не толкуя Потому что он сам был Очень близок к еврейству У него было, по-моему, три жены И все еврейки там Хотя последний на четверть Ну вот, а я хотел спеть Его любимую песню Это мой офицерский романс Я всегда заканчиваю выступлением И он меня как-то спросил Виктор Глебович О чем вы это написали? Вы можете сказать? Я ему, я написал о том Он говорит Я понимаю, что вы даже не понимаете Вообще, о чем вы пишете Но он всегда любил И вот жена его еврейка Ну тоже литератор И она всегда Мы с ней встречаемся Плачем Друг у друга на плече Вспоминаем кожаного И поем эту песню От боя до боя Недолго Некоротко, лишь бы не встать А что нам терять, кроме долга Нам нечего больше терять А что нам терять, кроме долга Нам нечего больше терять И пусть на пространствах державы Весь фронт наш незримый опять А что нам терять, кроме славы Нам нечего больше терять Пилотки и волосы серым Но выбилась белая прядь А что нам терять, кроме веры Нам нечего больше терять Звезда из некрашенной Звезда из некрашенной жести Восходит над нами опять А что нам терять, кроме чести Нам нечего больше терять А что нам терять, кроме чести Нам нечего больше терять В короткую песню не верьте Нам вечная песня подстать Ведь что нам терять, кроме смерти Нам нечего больше терять Да что ж нам терять, кроме смерти Нам нечего больше терять Всем спасибо Я еще подойду, если кто не убежит Давайте думаем о 5 мая, кто сможет Или про ноябрь следующего года Спасибо